Планируем в ближайшую неделю переехать. Было пять съемных метров, стало почти в 10 раз больше и главное своих. Сегодня утром Наталья и Александр Касьяновы узнали о том, что у них будет новая квартира. Подарок под старый Новый год сделала городская власть. Очень неожиданно вчера утром, то есть... Только сообщили. Да, сообщили, а то везде в голове не укладывалось. Он ночью не спал. Да, где у нас квартира? Ключи от квартир сегодня получили пять семей медиков. Бесплатное жилье им выделил город. Олег Грищенко уверен, что работникам муниципальных учреждений надо помогать в первую очередь. Сам глава Саратова в свое время решал квартирный вопрос с помощью предприятия, где работал. От завода было распределение квартир. Тогда еще предприятие распределяли. И мы караулили до тех пор, пока не поставили собственную дверь с замками. Не дай бог, кто тут квартиру не знал. В современные квартиры можно переезжать хоть сегодня. Обои, линолеум, сантехника. Осталось расставить только мебель. Кто-то из новоселов решил купить в первую очередь обеденный стол, а кто-то диван. Как вы счастливы? Очень. И мы тоже вместе с вами сегодня счастливы. Вот такое мероприятие. И накануне Старого Нового года городская власть решила сегодня сделать доброе дело. Скоро в разных районах Саратова новые квадратные метры будут осваивать еще 65 семей врачей и педагогов. Я не помню, чтобы за один раз такое количество квартир выдавалось в городе. Сейчас в саратовских школах и больницах трудится только 10% молодых специалистов. Чтобы на работу в муниципальные учреждения шли охотнее, глава города предложил создать фонд служебного жилья. У нас в городе есть муниципальные учреждения, где работает большое количество различного рода специалистов, которые нуждаются, естественно, в улучшении жилищных условий. И сегодня такая у города возможность появилась благодаря усилиям депутатам Государственной думы, председателю областной думы, депутатам, исполнительной власти города. Власти в целом, я ее не хочу даже разделять. Нам нужны сегодня в городе, мы это видим по рынку вакансий, и молодые врачи, и молодые учителя, и в социальной сфере сегодня в авангарде изменений. И все эти изменения как раз продвигают нас к современной модели управления социальной сферы, к современной модели образования, проекта «Наша новая школа», проекта модернизации здравоохранения. Бесплатное жилье для работников школ и больниц – это совместный проект городских властей и партии «Единая Россия». Наводить порядок в городе проще общими усилиями. Надежда Новикова, Валерий Богословский, Новости, Телебектив.